Лёх, Лёх, открой. Чё надо? Пошли уже. Да куда пошли ты? Чё, долбанулся? У меня в Бангладеш вылет через два часа. Да всё нормально будет, не переживай, пойдём. Я знаю, как с вами нормально будет. Десять лет бизнес строил, людям добро делал. Деревянные дома, казалось бы, экологичные строил. А сейчас, чё, чё вы меня под что подписали? Я тебе говорю, пошли, давай, не а? Давай, давай, собирай, всё. Если не дай бог, не дай бог что-то получится, хреново, я с тебя не слезу. Пойдём давай, снимаем. Хотя мы про честность, ребят, это всё подстанова. Я думаю, что должно быть хорошо, мы ещё не знаем, какие результаты. Мы знаем примерно, что более-менее нормально, но мы приехали специально в службу судебных. экспертов, да, у нас как-то так называется. Где вместе сейчас с Андреем, с канала «Молодежная страна», ссылочка будет здесь где-то. Придём и получим всё-таки наши итоговые результаты о замерах воздуха. Ну что, погнали? Пишем, давай всё. Ну пойдём, всё, чё, идём. Это потом ты можешь просто ускорить быстро, а мы как будто такие... Да. Вот это нельзя будет ставить. Кабинет номер 402, ООО «Инвест», испытательная лаборатория. Ой, боженький ты. Слушай, я что-то у меня где-то... Здравствуйте. Здравствуйте. А вот и мы, Лис. Приехали за результатом, заходите. Здравствуйте. Так, приветствую вас, господа. Если вы помните, то, что мы с вами отбирали пробу у воздуха в начале декабря. Полтора бессонных месяца. Да. Отбирали мы у вас две пробы при разных температурах. При температуре в 0,6 градусов и при температуре в 13,4 градуса. Тестировались такие компоненты, как фенол, формальдегид, аммиак и органические соединения. Ни при температуре в 0,6 градусов, ни при температуре в 13,4 никаких отклонений от предельно допустимой концентрации не обнаружено. Есть, конечно, следы по фенолу следов нету. По формальдегиду некоторые концентрации присутствуют, но она в пределах нормы. То есть, действительно, концентрация при меньшей температуре у нас получается меньше эмиссии в воздухе, нежели чем при повышенной концентрации. При температуре. Да, при повышенной температуре. Ну и как бы есть следы аммиака, ацетона, скипидара в воздухе. Понятно. Ну, всё в норме. То есть, температура является одним из ключевых параметров, который влияет на эмиссию? Температура и влажность являются одним из ключевых параметров, да. А влажность мы как-то замеряли? Да, тоже замеряли. Это один и тот же прибор. Он измеряет и температуру, и влажность, и скорость движения воздуха. Влажность у нас была в точке номер 2. Точка номер 2, где температура была ниже, у нас была практически 70%, то есть 69,1. А в точке номер 1, где температура 13,4-51. То есть, ещё раз подчеркнём, что при 0,6 градусах, при 13,4 градусах по Цельсию, показатели в норме, жить безопасно, воздух отличный. Да, исследуемые показатели в норме, предельно пустимой концентрации не превышает ни по одному из показателей. Лиз, но мы ведь ещё сдавали кусочки бруса на исследование. Что с ними? Да, кусочки бруса мы тоже сдавали. Они уже приехали из лаборатории обратно. Мы можем вам их чудесно вернуть. Где же вы, пожалуйста, можете их эксплуатировать самостоятельно потом уже. Протестировав мы и выявили то, что концентрация формальдегида из них есть, эмиссии присутствуют. Но очень было бы странно, если бы мы обнаружили бы всё по нулям. То есть, присутствует эмиссия формальдегида. Откуда она может быть? В моём понимании клеёный брус состоит всего из двух составляющих. Это доска, дерево и это клей. То есть, общаясь с заводом, с которым мы сотрудничаем по клею, они меня утверждают, уверяют, что у них всё чисто, всё идеально. Европейские сертификаты экологического соответствия по клею. То есть, тогда получается, что выделяет какой-то след дерево, древесина, так? Ну, смотрите, чтобы точно отвечать на такие вопросы, конечно же, можно было бы дополнительное следование провести отдельно клеёного бруса, отдельно клея. Отдельно доски, да? Ну, отдельно. Да, клеёный брус – это же много досочек склеенных. Да, отдельно самого материала, отдельно клея, которым это клеится, чтобы прям на 100% ответить на вопрос. А так, как бы, сама доска тоже может содержать некоторые концентрации формальдегида, потому что, ну, вообще, формальдегид, он был вместе с фенолом открыт при перегонке угля. То есть, уголь у нас есть произвольная... То есть, не спирт, а формальдегид, какие-то начальные появились при перегонке. В смысле, а спиртегид – нет. Фенол был обнаружен при экстракции угля. Ничего, я не понял, конечно, ну ладно. Что значит «перегон»? Ну, то есть, по сути, фенолформальдегид – дерево, в принципе, содержит... Фенолформальдегид, он нас окружает, это не химические, как бы, непроизводные человека. То есть, это производные природы. То есть, ну, грубо говоря, в лесу или, там, не знаю, в горах, то есть, везде какая-то концентрация его есть, правильно? Концентрация, ну, как бы, везде есть. Она должна быть не превышать предельно допустимую концентрацию для атмосферных воздухов в тех мест, где он находится. Да, но тут же правильно говорить, вот опять же, не про материал, как клееный брус или будь то любой другой материал, а правильно говорить про воздух в помещении, построенном из того или иного материала? Человек, человек, он дышит воздухом изначально. Поэтому, конечно же, изначально должен оцениваться, ну, то есть, производителем должен оцениваться материал. А на объекте... Потребителем, да? А потребителем, ну, как бы, вот, как, если бы я бы жила бы в помещении, мне бы интересовало, в первую очередь, это воздух, которым я дышу. Естественно, воздух является первоначальным, потому что, попадая в легкие, различные токсические вещества будут разноситься по организму. Ну, тогда нам имеет смысл вообще, в принципе, поговорить про экологию, если мы говорим о том, что не нужно рассуждать про материал, нужно рассуждать про воздух. На воздух влияет тысячи, тысячи, тысячи разных параметров. Соответственно, мы можем говорить, что в доме из одного и того же бруса, построенном из одного и того же материала, и даже одной и той же партии, но построенном в разных местах, с разными вариантами, там, мебелирования, напольного покрытия, потолочного покрытия и так далее, воздух может быть разный, показывать разные результаты исследований. Концентрации в воздухе могут быть разные, потому что вносятся в класс различные полимерно-стружечные материалы, то есть это не только брус, это также вносится и напольное покрытие, такие как и паркеты, и ламинат, также натяжной потолок может вносить эффекты, сама мебель, то есть все, все окна встроенные. То есть оцениваться первоначально должен обязательно воздух именно на конкретном объекте. Вот дерево, оно растет на корню, условно говоря, вот мы берем там Кировский лес твой, берем сектор там условно 100 на 100 метров леса, 50 на 50 метров Кировского леса, и в этой же лесополосе в 5 километрах севернее берем еще там 50 на 50 метров, берем два дерева на исследование, они же тоже могут показать разные результаты исследований самого материала. Интересный вопрос, на самом деле много вопросов задал. Смотри, как получается, то, что оценивать комплексно нужно воздух на объекте, это первое. Второе, по поводу леса, да, то есть лес ни разу не тестировали, поэтому качественно ответить на вопрос, то, что он будет разный, это да. Не смогу качественно и точно, но получается то, что, например, что тестировали, то есть разные партии продуктов питания, которые вырастают на плодовых деревьях, да, с разных деревьев дают разные концентрации, то есть да, действительно, из-за того, что в разных помещениях, ну, в разных, можно так сказать, участки растут. Лиз, а вот такой вопрос, а все-таки как человеку, который собирается, допустим, строить дом загородный, как ему определиться с тем, ну, то есть ему стоит заморачиваться над материалом, ему стоит первоначально заморочиться над тем участком, ну, то есть с чего ему начать, какие вопросы ему стоит, ну, по твоему усмотрению, для себя начать решать, или там только определиться с землей, а уже не думать там о стеновом материале, или думать комплексы, что есть не только стены, но есть крыша, утеплитель, окна, двери, как вот ты бы сама для себя стала частью? Как бы я для себя строила бы? Первым делом, естественно, я бы каждый материал реально просто бы понюхала. То есть сначала, ну, наверное, нужно приходить на объект, прийти, посмотреть, пощупать. Ну, я, когда покупаю какой-то материал, я обязательно прихожу, я не могу купить, там, например, просто через интернет, мне нужна картинка, чтобы посмотреть, потрогать, понюхать, то есть... А понюхать вы сможете на выставке деревянных голов, в малаятажная страна. Да, кстати, можно приезжать в любой материал, из любой дома, из любого материала, прям вот нюхать хоть с утра до вечера, с 10 часов утра до 21 вечера. Занюхаетесь, вот прям обнюхаетесь. Да. Второй вопрос по методологиям. Насколько я знаю, существует огромное количество методологий исследований воздуха, экологичности, материалов и так далее. Сколько их существует? Почему их так много? Почему нет какой-то единой всемирной методологии исследований экологичности? Ну, потому что материалов существует тоже большое количество, множество. То есть начиная от USB панелей обычных, да, заканчивая клееным брусом, я не знаю, там, ламинатом. То есть все это различные производные. И к каждому, конечно же, материалу сделано какое-то свое методическое указание, как его нужно тестировать. По поводу, как бы, анализа воздуха, в основном, как бы, это одна стандартная методика, которая используется, это ГОС для отбора проб. Ну, а потом, как бы, уже в зависимости от компонентов будут определяться именно методические указания. Слушайте, знаете, я еще подумал, что мы говорим, ну, то есть эмиссия есть, значит, что-то там есть, она просто ниже ПДК. На границах. Вы сказали, что она на границах. Да, и мы сразу стали говорить вроде там про дерево, про факторы, которые влияют. Мы вообще ничего не говорим, мы уже сказали, есть эмиссия. Ну, мы, я имею в виду, рассуждать начали вот предыдущие пять минут. Но мы про клей-то забыли. Вот они, раз, два, три, четыре, четыре клеевых шва здесь есть. Вот, пожалуйста. Соответственно, клей. Я предлагаю, чтобы вопросов не было, позвонить официально на завод и услышать, ну, по крайней мере, их человеческое объяснение, что они думают. Потому что у меня есть все сертификаты их европейские. Мы клей действительно сейчас не исследовали, да, то есть. Ну, что скажет человек, который реально продает этот клей, производит и имеет все на руках исследования, не только в России. А ты предупреждал их? Ты им говорил, что мы будем... Нет. Давай позвоним, слушай, правда. Дмитрий, здравствуйте. Смотрите, мы сейчас... Да, мы сдавали наш брус с вашим, собственно, находящимся там клеем на экологические испытания в камеру. Вот. Вас об этом, к сожалению или к счастью, не предупреждали. Суть вопроса в чем? Сейчас мы получили результаты. Результаты, ну, скажем так, нормальные, но они вызывают вопросы у меня и у наших зрителей. Суть в чем? Содержание формальдегида в нашем клееном брусе, склеенным вашим клеем, находится на границе предельно допустимой концентрации. Меня зовут Дмитрий, я продакт-менеджер компании Килта. Ну, если вкратце отвечать на ваш вопрос, вопрос у вас такой довольно развернутый и довольно сложно будет ответить вкратце, но я могу сказать, что если мы говорим о полноценном исследовании, скажем так, с соблюдением какой-то научной методологии, то для того, чтобы понять, какие реально показательные топы эмиссии непосредственно самого клея, нужно, наверное, сделать измерение в трех плоскостях. Непосредственно сама древесина без клея, клей и склеенная древесина. И вот посмотреть, какие значения у нас будут в итоге. Тогда я думаю, что это даст определенную почву для размышлений, потому что древесина имеет определенное содержание формальдегида сама по себе. Соответственно, мы не знаем, понимаете, получив результат по склеенному образцу, мы не знаем, какие факторы в каком объеме влияют на этот результат и из чего этот результат складывается. А то, что древесина и клейная древесина, зарекомендовавший себя безопасный материал, ну, так и есть. Коллеги, смотрите, вот Дмитрий сказал, в принципе, все правильно, я с ним согласен. Нам надо взять там тысячу разных элементов разных деревьев, разных деревьев, то есть не с одного дерева тысячу кусочков. Не с самих деревьев, а досок. Досок, да, ну, я имею в виду, пиломатериалов. Ну, материалов. Взять какое-то количество клеевого состава из разных партий производства. Причем это тоже должна быть большая выборка. Исследовать все это отдельно, потом эти же партии склеить и исследовать вместе. Именно эти же партии. То есть тогда мы получим, ну, более-менее четкую, внятную картину, что на что влияет, и как это все вместе работает и дружит. Что скажешь? Все верно, что я вам скажу. Скажу я вам так, то, что у нас очень интересно в государстве существует все в том, что есть продавцы, которые практически ни за что не отвечают, правильно? И есть производитель товара. И как раз вот этим вот то, что сказал Дмитрий, так как он производитель клея, он и должен заниматься. То есть он сделал свой сертификат на основании того, что у него были проведены исследования. И на проведенных исследованиях с выборкой у него получилось то, что клей безопасен. Потому что те партии, которые попали опасные, он просто-напросто как выбросил. Но не факт то, что они не попадают к конечному потребителю, как производитель того же самого продукта. Держите, получите. Ага, Лиза. Огромное. Да, Лиз, спасибо большое за развернутую ответку. Мини-интервью получилось. Вот эти все отчеты будут в описании. Помимо этих отчетов, в описании также будет ссылка на компанию Тестэка, в которую вы можете обратиться в случае, если у вас возникла потребность провести экспертизу воздуха или любую другую экологическую экспертизу. Welcome в компанию Тестэка. Всегда можно рассчитывать на компетентную профессиональную работу. Алексей. Я не работаю в компании Тестэка. Но спасибо, Лизе, потому что действительно люди задают вопросы. И у нас есть, как у производителей, вроде бы свое объективное мнение. Ты, как человек, который пытаешься раскрыть информацию, полезную для конечного потребителя, имеешь свое субъективное мнение. И только благодаря специалистам мы можем рассчитывать на какие-то цифры, которые можно показать нашим зрителям. Спасибо огромное. И надеюсь, что дальше мы будем сотрудничать также с платформой. Леша, я предлагаю подвести итог к сегодняшнему мероприятию. То есть получается, что в целом все окей, но при этом эмиссия есть. Соответственно, выводы мы какие делаем? Мы ряд выводов сделали с Елизаветой. Далее, ты как производитель, я считаю, твоя ответственность регулярно брать экспертизу в делянках, в которых ты работаешь. Смотри, ну вопрос, да, очень интересный, потому что я так для себя понимаю, что общая экологическая безопасность моего продукта, который я произвожу, она состоит из отдельной экологичности древесины, доски, экологичности клея. Да, даже вопрос может быть стоять в упаковке, да, того, мы ведь доставляем брус там в полиэтилене, то есть в чем-то. И, конечно, вопрос очень интересный, то есть я реально был четко уверен, что там будет там 0,00, там 1 миллиардная, да, потому что я бил так себя в грудь, да, она в пределах, ну в границах предельно допустимой концентрации. Вроде бы хорошо, можно сказать, да все здорово, да, но мы ведь говорим о вообще попытке разобраться, и я лично для себя понял, что разобраться здесь, наверное, невозможно. То есть мы говорим о маленькой составляющей вообще качества жизни, да, то есть что такое стены, да, там вопрос, если мы начнем там смотреть, сколько фонит там крыша, сколько фонят окна пластиковые, да, или ламинат, который уложили у тебя на пол, то крыша пойдет вообще. Короче, я предлагаю не путать наших зрителей, ребята, вы правильно делаете то, что задумаетесь о загородной жизни, потому что там все-таки лучше, чем в городских джунглях. Смотрите на материал, из которого вы хотите строить, требуйте сертификаты, пускай там все производители, если хотят, ну, донести до вас, что они делают качественно, пускай они все пройдут какую-то сертификацию, возможно, это даже стоит сделать обязательным, государственной сертификацией, вот, но и не запаривайтесь, не углубляйтесь настолько в дебри, то есть просто понимаете, что вы хотите в итоге получить, какой материал и какое качество жизни. Вот это мое, наверное, заключительное мнение. Ну да, вот вопрос каких-то супер углубленных изысканий, ну, то есть тогда нужно, потом представьте себе, нужно провести изыскание там, шкаф исследовать, да, и, то есть, понимаешь, шкаф, он там ДСП, заламинированы тоже какие-то составы для ДСП используются, ножки там у шкафа из чего сделаны, пластмасса такая-сякая, пятое-десятое, то есть первичный, самый главный фактор, конечно же, это запах, мы приходим в помещение, запах не нравится, но это вот для вторичного, например, рынка, это прям по-любому, то есть ты пришел. Друзья, с вами был Андрей Антипин, Алексей Янченко, малоэтажная страна, компания «Вятский терем», подпишитесь на один и на второй канал, дальше будет интереснее, в любом случае мы работаем для вас, и в любом случае. Мы рассказываем правду. Да, вот то, что мы сегодня сделали, и вот в конце декабря, в прошлом году, здесь мы это делаем для вас, чтобы вы были в курсе, потому что у нас есть для этого возможность, у нас есть вы, поэтому мы это делаем. Спасибо большое. Всем пока.